65% 12-летних жителей края предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям. Эти данные получены в рамках проведения проекта «Здоровое сердце ребенка». Он стартовал на Алтае в феврале. Уже обследовали жители нескольких районов края. А сейчас медики работают в школах Барнаула. Почему среди подростков так много больных детей? Можно ли улучшить данные статистики? Спросим у руководителя проекта, депутата Государственной Думы, доктора медицинских наук Валерия Елыкомова. Здравствуйте. Здравствуйте. Этот вопрос мы уже задавали, когда проект только стартовал. Давайте повторим, почему именно 12-летние дети? Это возраст перехода от детства в юношу, скажем так. Это гормональный взрыв, это перестройка организма. Когда начинается интенсивный рост. И скелета, то есть они вытягиваются в росте. Точно так же и эта нервная система, и проводящие пути, и, ну, собственно, развитие психики ребенка. Это все вот как раз с 12 до 14-летнего возраста. Поэтому базисно, конечно, 12-летний возраст, по большому счету, он должен был быть обследован. А по факту получается, что ребятишек очень хорошо обследуют, когда они поступают в школу, и дальше, когда идет приписная комиссия в 16-летнем возрасте. А вот эта серединка, ну, как бы она просто была выпущена. И мы об этом говорили и с нашим Минздравом, и региональным, и с Минздравом Российской Федерации. Поэтому, собственно, проект был одобрен и на федеральном уровне. Мы проводили слушания по этому поводу в Государственной Думе и представляли первые данные, которые наши были, по Алтайскому краю, по Ленинградской области. То есть, как бы в двух регионах страны вот этот проект ведется. Где врачи уже побывали и какие обследования дети проходят? У нас на сегодняшний день обследовано, вот до сегодняшнего дня, сегодня еще обследования продолжаются. Было обследовано 4778 ребятишек в 25 городах и районах края. Это был и Бийск, и Новолтайск, и Белокуриха, и, ну, и, соответственно, районы Мамонтовска, и Брихинский, Павловский, там, Красногорский, Троицкий, ряд других. Обследования проходят какие? Обследования мы обследуем и сердечно-судистую систему, и легочную систему, и смотрим по развитию костно-мышечной системы, и, в том числе, и по массе тела. Вот, исследование идет и биохимических данных, это и глюкоза крови, это и холестерин, вот, соответственно, мы смотрим возможности организма к адаптации. То есть, работают целые бригады специалистов, центры здоровья, кардиологов, детских функционалистов, и вот эти общие исследования потом, ну, скажем так, рассматриваются по каждому ребенку. Ну, и каковы основные факторы риска? Вот, реально получилось то, что вы сказали вначале, у нас 65% ребятишек имеют факторы риска развития. Это не значит, что они больные. Вот, я подчеркну то, что дети-то как раз обследованы те, которые чувствуют себя здоровыми. Вот в этом-то вся и соль этого проекта. Реально получилось, что треть, треть имеют гиперхолестериномию. То есть, мы обычно привыкли говорить о том, что повышенный холестерин, это как раз взрослые люди, это взрослый возраст, это ближе к там, к пенсионному возрасту, это риск развития сердечно-судистых заболеваний, в конечном итоге, ишемической болезни сердца. А тут оказалось, что повышенный холестерин мы нашли у 12-летних ребятишек. Вот, параллельно с этим идет повышение массы тела, индекса массы тела, то есть, грубо говоря, это ожирелые ребятишки, около 30%. Гиподинамия от 20 до 28%. И самое неприятное, что у 11,4% мы нашли нарушенную толерантность к глюкозе. То есть, по сути дела, не срабатывает система, и если в будущем она будет также не срабатывать, она может привести к диабету. То есть, фактически, вот мы говорим о демографии в Российской Федерации, об этом, естественно, как бы есть и постановление Федерации, об этом есть послание президента, и четко, как бы, есть конкретные вещи, что нужно сделать. Конкретно касается десятилетия детства. Вот в рамках десятилетия детства, по сути дела, мы и сейчас пытаемся связать вот то, что мы нашли у ребятишек 12-летнего возраста, в последующем это проверка в 16-летнем возрасте, а дальше это передача их во взрослую сеть. Вот на сегодняшний день у нас существует дезинтеграция между тем, что мы обследуем у ребятишек, и тем, что мы получаем на выходе у взрослых. Почему? Вот фактически создание единой базы данных, которая на сегодняшний день прописана законом, ну, как мы его называем, от телемедицине, она как раз и говорит о том, что по каждому пациенту мы должны иметь данные, которые, если мы раз нашли, фактор риска, либо это предзаболевание у него, в последующем мы должны на него обращать внимание. Поэтому мы делаем очень, мне кажется, очень серьезную вещь, мы пытаемся по каждому ребенку найти те факторы риска, которые конкретно для него являются угрозой. Вот, поэтому этот вопрос взаимодействия между педиатрами и между взрослой сетью, по сути дела, вот этот проект открывает нам путь к этому. Ну, получается, что проект, по сути, бесконечный. Ну, на самом деле, вот следующий год, следующие 12-летние придут к этому возрасту, правильно? Действительно, проблем наверняка будет не меньше, как бы не больше. Нет, мы будем, и, соответственно, мы должны, кроме обследования, вот как бы блок, который занимается вот эти детские центры здоровья, выявлением, а дальше, естественно, никто же на этом останавливаться не должен, мы должны для ребенка предложить ему другой образ жизни. Извини, ты должен двигаться, если хочешь, чтобы у тебя было все по-хорошему, да? У тебя должно измениться питание, и как раз речь идет о рекламе, которая идет через СМИ, я бы сказал, безудержно. Это и фанта, и пепси-колы, ряд других, это и трансгенные жиры различные, это вот и КФС, это все то, что вот фастфуд, по сути дела, который очень сильно рекламируется, я понимаю, с точки зрения коммерции, это выгодно, вот, а с точки зрения здоровья, это оказывается не просто выгодно, это губительно, и поэтому наша, скажем так, вот реклама здорового образа жизни, она должна начинаться с простых вещей. Вот есть конкретный ребенок, у него есть конкретные родители, у него есть конкретные учителя, да, мы эту информацию отдаем им. А самому ребенку, чтобы он понял, что это такое, там же не просто обследование идет, есть соседний класс, а в нем вообще показано, как, так сказать, ну, скажем, как губительно действуют все вот эти ненужные, допустим, вещества. Если ты переел, вот одевается такой жилетик, который из 10 килограммов, и чтобы ребенку ощутить, если он так и дальше будет, что как он себя будет чувствовать, когда на него этот рюкзачок навесили. Вот он, игрушка, которая курит, потом мы достаем этот фильтр и показываем, что есть. Вот мы показываем, как легкие не расправляются, как сердце не работает. То есть, фактически, мы наглядно показываем, ну, маленькому человеку, пытаемся заставить его задуматься над своим здоровьем. Но я думаю, что вот одних наших усилий, того, что мы показываем, мало. Конечно, здесь нужно работать и школе, и родителям, и педиатрам. То есть, я надеюсь, что так вот у нас, собственно говоря, и получится. Ну, как вы думаете, удастся ли благодаря вот нашему проекту изменить ситуацию? Ну, вот вы знаете, есть же практические вещи. Проект называется «Здоровое сердце ребенка». Вот, и, к сожалению, там у 10 с небольшим процентов ребятишек есть проблемы с сердцем. Участие – это возрастные вещи, они проходят, потому что еще нервная система, проводящие пути еще не до конца развились. Вот, но у ряда же есть и нарушения, которые мы нашли. Мы около 12 человек просто положили в больницу и вынуждены были лечить, а двоих отправить пришлось в федеральный центр кардиологический. Потому что мы, по сути дела, у ребенка, который считает себя здоровым, нашли патологию, которая могла привести к очень непредсказуемым последствиям. Вот это практическая часть, и я считаю, что сам проект, по сути дела, он не исследовательский. Он несет за собой четкие, конкретные действия, которые должны быть применены и медициной, и образованием, и родителями. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо вам, и дай Бог нашим детям здоровья на долгие-долгие годы. Это залог будущего. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Валерий Елыкомов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, доктор медицинских наук. Субтитры создавал DimaTorzok